Девушки отдыхают Уверена, Пантелеевна Начальник, ну когда я тебе врала? Я всегда, Верка, где? Въехала, куда не сказал, несколько дней уж как Кошкин, начальник! А вот и кошечка Я тут всю ночь была, бабушка-свидетель Я вас обеих в каталажку опеку Тебя за убийство, а тебя за укрывательство Начальник, не губи Девка ж без родителей росла, сирота Пантелеевна, кончай комедию ломать Сирота ночью человека убила Духа, я тебе за радио запрещала кофе им подсыпать, а? Я тебя запрещала! Я тебя не подсыпала! В этой разборке! В общем так Либо я Тебя подмосковным ментам сдам Они с тобой цаскаться не будут Сама понимаешь, им надо дело закрыть Либо ты мне честно рассказываешь Что ты ночью делала Она тебе сейчас все расскажет, начальник Да, Таисенька? Поверьте, мне не мешало я ему ничего Он сам Захрепел, а потом на меня повалился Я чуть со страху не обделалась Ну и все, а потом я просто быстро в номере прибралась И сбежала, пока в ментуру не закрепли Артистка Кодячка зачем подобрала? На память? Я что, по-вашему, рехнулась что ли Срок с пола поднимать? Мне зачем вещи жмурик? Да еще и грошовая печатка без брюлика Меня мышки сами все дарят, вы же знаете Это да Я вообще сплошные убытки Я полгода копила на этот тренинг А в итоге шиш Вы меня еще в краже обвиняете Скажи спасибо, что вовремя свалила Чай Крупно-листовой Настоящий Индийский Угощайтесь Начальник Не губи Посадят дуру Ни за что посадят Как я одна на пенсию проживу? Ну хочешь квартиру обшмотай Нету никакого кольца и не было Я ее сама учила Чисто мужиков На деньги разводить Без химии и воровства Ну да уж Яблочко от яблони Как говорится В отеле ищи Точно обслуга сперла Пока шумиха была Ну допустим Ну я знаю Ты денег не берешь Может быть что-нибудь другое надо Узнавать что-нибудь интересное Ну намекни начальник Намекни Ну хорошо Узнавай там у своих Был ли заказ на убийство Ковалев Юрий Квартира на цветочке 17 Так Подробнее Подробнее Задушили три дня назад Из квартиры ничего не взяли Хотя там украшения на пару лямов Не слабо Я пошла за ручкой запишу Сиди и запомни Да уж, Пантелеевна Мозги у тебя до сих пор варят Не то что у молодых В общем, знаешь, что Звоним Номерок помнишь За чайок спасибо Заходи, начальник Не забывай Сколько раз учил эту И пей Вину рабудь Не товарищ Я тебе звонила Звонила, у тебя телефон отключен Ну да, я же работу отключил Чтобы не отвлекаться Слушай, Дим, у нас Человек в группе внезапно умер Сейчас, одну секунду Надюх, прости У меня там самый важный кусок рослины Начался Поэтому давай лучше встретимся вечером И ты мне все расскажешь, ладно? А вечером я Вечером, обещаю Надежда Вот ты решил пробежаться Несмотря ни на что Хотела бы я иметь такую силу воли В такой ситуации Полное самообладание Вас так расстроила смерть Малознакомого человека? Нет Просто я хотела устранить соперницу А получилось совсем наоборот Вон Дима с Элиной сейчас В номере А я Так мне и надо А что значит это вот ваше Так мне и надо, а? Понятно Давайте пройдемся, поболтаем Расскажите мне только сначала Кто с кем в номере Я ничего не понял Дима с Элиной Ну, которую я хотела отравить Его коллега Так И что они делали в номере? Да ничего особенного Работают Он диктует А она быстро печатает А еще он рядом ей номер снял Чтобы удобнее было А по отношению к вам Его поведение как? Изменилось? Нет Но теперь ему некогда Ну, давайте сформулируем иначе Ваш парень не желает вас видеть Ссылаясь на нехватку времени Угу Намечательно Что вы по этому поводу думаете? Чувствуете? Я очень злюсь Это почему? Потому что нельзя желать зла другим людям А я желаю Так Ваш бой в Кен проводит сутки напролет С другой женщиной К вам охладел А вы себя не любите Потому что хотите их придушить Так? Именно Отлично Скажите, Надя А с отцом у вас Какие были отношения в детстве? Ну, он проявлял заботу Любовь Или не хватало внимания? Как? Его не было Ну, то есть он был Но он не решился оставить жену С маленькой дочкой Поэтому мама меня воспитывала одна То есть отца вы не знали? Нет, не знала Но через много лет он завещал мне дом А его законная дочь Хотела меня убить из-за наследства Теперь она в тюрьме Это серьезно И травматично Мне кажется, Надя, вам нужна индивидуальная консультация Ну, на тренинг меня прислал журнал И у меня нет таких денег, чтобы оплатить такого психолога, как вы Вы оригинальный человек Травите соперниц мочегонным Вы мне интересны Я буду вас консультировать бесплатно Спасибо При одном условии Абсолютная честность Ничего нельзя скрывать от врача Иначе вся терапия бесполезна Конечно Все так говорят Потом врут на пропалу Потому что хотят быть красивыми Макачино Как Юрочка любил Хотя мне он говорил, что из моих рук Может пить все, что угодно Даже растворимый кофе Ужас какой, Петр Иванович Каждый день кто-то погибает Все мы движемся в одну сторону Значит, погибаем каждый день Смерти Люсенька никто не избежит Кто-то раньше Кто-то позже Это что, черный юмор? Ой, вот, держите И помолчите уже А то разговорчики у вас сегодня Фаина Геннадьевна, какой приятный сюрприз Пожалуйста, Макачино Какая гадость Вы готовили? Да Кофемашину я заряжала Как Юрий Николаевич любил Истеричка Правильно, Юрочка говорил Психованная дура Вон Ты уволена Я прослежу Чтоб тебя не взяли на работу Ни в одно нормальное место Тварь Это я еще тебя засажу в тюрьму Я еще всем докажу Что это твоих рук дело Фаина Геннадьевна, вы дела хотите принять? Что я сейчас хочу Так это побыстрее забыть Это чертово место Мне охрана сказала Что здесь ночью умер кто-то Ой, да Сердечный приступ Но ведь это могло произойти Где угодно Не только в отеле Неважно Мне никогда здесь не нравилось И вообще Я теперь буду думать Где он эту шмару Там в номерах Или прямо здесь Нет, это вообще невыносимо Все, оформляю наследство И выставляю отель на продажу Фаина Геннадьевна, пожалуйста Вы же добрая женщина Попросите нового владельца Чтобы не выставлял персонал на улицу Мы только сработались Хорошо, я поговорю Благодарю вас за то, что вы взяли на себя Такой трудный момент Ответственность, Петр Иванович Спасибо вам огромное Да что, я как мог Я вас ждал Да нет Знаете что Руководите впредь Сами У меня похороны Столько хлопот Хорошо, я буду стараться Одна только надежда на вас До свидания Алло Да Какие еще поминки на девятый день? Нет Нет, нет, я в Испанию улетаю Мне необходимо отдохнуть Расслабиться Все, нет Минимум на месяц Да, да Нет, на сороковой день Я тоже не приеду Забудьте Все Ну Если подводить итоги Что скажете? Ну, во-первых Нужно общаться с людьми Которые меня ценят А во-вторых Расстаться с Полуяновым Ну, я не могу Я люблю его, понимаете? Да любить себя на здоровье Кто вам запрещает? Я же не сказал расстаться Я сказал Дистанцироваться Это значит наполнить свою жизнь Сделать ее более яркой Эмоциональной И оторваться от этого Полуянова Димочки Знаете что? Займитесь Экстремальным вождением Ну, я не знаю Скалолазанием Чем-то Что я столько вас увлечу Что вы хоть на какое-то время Сможете забыть о своем партнере Вам нужна своя Независимая часть жизни Ну, я не смогу тогда уделять ему столько времени А он много работает Ну, вы прекрасно, что не сможете Он почувствует дефицит Будет бороться за это внимание Вы думаете? Да я уверен Он еще вам каждый день цветы дарить будет И на руках носить Поймите Главный принцип очень простой Начните ценить себя Вас будут ценить другие люди Вот и вся история Оп А мы с вами увлеклись Милая барышня Мне к тренингу надо готовиться Меня еще никто не называл Милой барышней Да? Ну, тогда рекомендация Каждое утро встаете Подходите к зеркалу И говорите Я Очень Милая барышня А уже потом Идете готовить кофе Своему любимому Я очень милая барышня Я Наблюдаю Некоторый Упадок духа Среди присутствующих Это понятно Скоропостижная смерть человека Который был рядом Это очень пугает Это убивает из равновесия Но это еще Возможность Вспомнить о том Как скоротечна наша жизнь И вспомнить о том На какие ненужные вещи Мы ее иногда тратим На сомнения в себе На ложное чувство вины На обиды Мы Зацикливаемся На каких-то вещах Которые мешают нам жить Полноценной жизнью По-моему, пора положить этому конец Жеребьевка? Да Сегодня я Поздравляю Занимаете место обвинения Я убил свою мать Трубин слушает Бабушка просила передать Что заказа на Ковалева Точно не было Она со всеми нашими перетерла А кто в квартиру залез Неизвестно? Ну, точно не наши Не знаю Поговаривают, что к нему залезли Какие-то залетные дебилы и любители Почему дебилы-то? Потому что нормальные люди Так не работают Мужика огрохнули А отцацки оставили Начальник, простите У меня сейчас больше переварится И бабушку убьет Угу Ба! Обед готов! Прошу к столу! Мать Постоянно приводила в дом мужчин Много пила, веселилась А я Я все время хотел привлечь ее внимание Плохо учился, вызывающе одевался Уж прокалывал Пару раз даже в милицию попадал Но ей было все равно Она хотела только одного Простого женского счастья У защиты есть вопрос Антон Скажите, а Какие эмоции пробуждала вас Вот эта нехватка внимания? Я ненавидел свою мать Всеми фибрами своей души Я мечтал, чтобы она умерла И убил Можете ему Точно описать Как умерла ваша мать? Набросилась с крыши нашей девятиэтажки И разбилась насмерть Это вы ее толкнули? Нет Физически нет Я морально ее подтолкнул, понимаете? Я создал все условия, чтобы Она сбросилась с крыши Можете конкретнее, пожалуйста? Я все думал Как бы сделать ей побольнее Заработал денег Нанял парня Ну, такого Молодого Альфонса Который Влюбил ее в себя Потом заплатил еще И он ее бросил Знаете, очень унизительно бросил Он назвал ее старухой Мать впала в депрессию Пила каждый день А потом Сбросилась с крыши Вы наводили ее на мысли о самоубийстве? Ну, не помню Да нет, нет, наверное, нет Всю жизнь Когда мне было плохо Она веселилась Ага Тогда мы 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 как-то поменялись местами, что ли Антон А Что вы почувствовали Когда узнали Как умерла ваша мать? Ну, Ковалева Я адвокат Просто жесть Завалил руководство жалобами В общем Нас завтра на ковер вызывают Ой, Антон Отобьемся В первый раз, что ли? О, а этот что за труп? А этот сегодня ночью умер В твоем любимом Отеле Дэм Убийство? Непонятно Вроде как развлекался с бабой Умер от сердечного приступа Трагично Но бывает 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 Вот только концентрация препаратов в крови Повышающего потенцию В пять раз превышает предельно допустимую Как будто он не одну таблетку сожрал, а целую упаковку Чокнулся из-за бабы Или отравили? Или может и то и другое вместе? Пока непонятно Смущает одно Что ничего не украли Ни деньги, ни кредитки, ни документы Все на месте А, ну тогда все понятно Тогда точно чокнулся из-за бабы А если так, мог и сто пилюль проглотить Лишь бы на нее впечатление произвести Неужели все-таки совпадение? Ужас Я сразу понял, что это из-за моего поступка Что это я довел ее до самоубийства И я чувствовал себя убийцей А были какие-то эмоциональные последствия Кошмары, фобии Меня долго мучила бессонница и... И страх высоты Он остался до сих пор Мне почему-то кажется, что я должен вот-вот упасть Этот страх, он как-то негативно повлиял на мамочную жизнь Да Я работал мозаичником И всегда мечтал поступить на художника-проектировщика мозаика Нам пришлось Распрощаться с этой профессией Они ведь работают на высоких лесах Знаете что? У художников очень тонкая психика И ваша мать не имела никакого права кончать с собой Знаю, что вы останетесь один У любой матери на первом месте должен быть ребенок Моя мать Когда была беременна, ее бросили Но она собралась и вырастила у меня Одна Да Не виновен Ну, конечно же, не виновен Антон Приговор очевиден, да? Вам нужно осознать Это важно Самоубийство вашей матери Это ее выбор Не ваш Понимаете? Саша Знаете, очень жаль, что Ваша мать не думала, что С вами станет наследие смерти Мы Как-то вообще не думаем о последствиях И Поэтому Пусть вам легкомыслы Вы Поможете мне Покрыть крышу? Крыша отеля не такая высокая И с вами не было бы проще Не знаю, посмотреть вниз Нет Крыша слишком высока Это неинтересно Но если Выпить шампанское Станет веселей Ночью, например Можно Забраться На крышу Оттуда ведь Хороший Однозвездный Фух Друзья, я Приглашаю всех на ужин С шампанским Я в преску раньше Видела, что Можно магал На свежий воздух вытащить Ну, как по мне Так Отличная идея Пойдемте Сейчас я приму заказ И персонал из ресторана Все сделает в лучшем виде А шашлык будет пожарен Прямо на ваши глаза Надеюсь, шампанское у вас есть? Разумеется А можно я сам приготовлю мясо? Просто обожаю жарить шашлыки Желание клиента закон Если мясо пережарить Будет сухим Ну Вы же станете рядом Будете давать мне свой совет А можно я кое-кого приглашу? Ну, пожалуйста Если он не нудный Он веселый и интересный А о чем мы с вами Битых два часа беседуем Национальная независимость Именно По-моему Отличная Ситуация для начала Природа Погода Отличная компания Шашлык Так сразу Становитесь независимы Уже теперь А иначе Надь Всю жизнь Будете искать внимание В котором вам будут отказывать Вы правы Пожалуйста Можно делать заказ Мне шампанское И... Слушайте А может потом В бутылочку Поберем Сначала выпьем А потом посмотрим Надя У нас с вами появляется шанс Поцеловаться Ловите момент Ну что вы зря иронизируете Представляете Какое количество женщин Вычитало бы оказаться На вашем месте А можно я об этом статье напишу Поцелую знаменитого психолога Со всеми психоэмоциональными Вытекающими Вы прогрессируете Семи мельми шагами Надя Спасибо По этой специфической подписи И была зафиксирована Третья серия жертв Стража семьи Стража семьи Допечатала Что дальше? Что-то бурчит уже Нет-нет Допечатать не надо Куда? Хотел сказать только Что Живот ужасно болит Елена Может в ресторан сходим? А мы так настроен не собьем Ну там ходят всякие люди Будут нам мешать Может лучше в номер закажем Тогда 20 минут перерыв Здравствуйте Скажите, что у вас можно быстро поесть? Ага Бургеры Да Да Два бургера А попить? Кофе с молоком Кофе с молоком Да, два Да 21 номер Все, спасибо, ожидаем вас Господи Так, плечи болят Как будто Я сам это все печатал Устали? Так Какой вы чуткий Вы устали со мной за компанию Смотрите, не перехвалите Да нет, это невозможно Первый вечер нашего знакомства Мы Пили на ты Теперь опять на вы Хотя так Сблизились Может нам стоит повторить наш поцелуй Снова перейти на ты О, еду принесли У вас заказ Из ареста Да, да Сюда прям ставьте Все Спасибо Значит не надо Еду принесли Смотрите Ирина, какая красота Боже, как это вкусно Ой Берите, попробуйте Это правда очень вкусно Нет, что-то аппетит пропал Да? А я страшно голодный Угу Ну Давайте продолжим Да, продолжим Отлично Да Давайте помогу Ну, за вкус Елена, простите А вас не смущает, что я буду диктовать набитым ртом? А мне ничего не смущает Диктуйте После третьей серии жертв Манерка опять затих Не-не-не, я пас Ну еще чуть-чуть Ладно, чуть-чуть можно Ну все Бутылочка готова А мы готовы? Готовы Готовы Ну что Поехали? Нет Да Да, да, да Нет, вы специально это подстроили, да? Вы не расстраивайтесь Дальше еще повернется Ну 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 Секундочку Я же просила тебе не звонить мне, пока не закончится тренинг Что? Не смей сюда приезжать Я сказала, не смей сюда приезжать Извините Ты ничего не добьешься И оставь меня в покое Ты отстань от меня Может, по что-нибудь другое поиграем? Шампанское скажи еще Кислятина Книга хочу Подержите На, ты такая хорошая Скажите честно, я очень противник Антон, вы хороший, прекрасный человек. И как мужчина тоже. А, мужской привлекательности вы все-таки с меня врались. Надя, вы забыли. Ой, спасибо большое. Помощь нужна? Нет, я до номера доведу. Доброй ночи. Доброй ночи. Антон, вы прекрасный мужчина. Сережка вам идет. Сережка это лучшее, что во мне есть. Нет. Ну, поверьте, Саше вы нравитесь. Просто у нее сейчас неприятности. Неприятности пройдут, и будет все хорошо. Ну, настроение женщины зависит от тысячи причин. Меняется по сто раз на ней. Вот, вы же сами все прекрасно понимаете. Надо только подождать. Чего вы врете, а? Вы же меня успокаиваете из-за жалости. Так унизительно. Я не вру, Антон! Ну, вот что мне сделать, чтобы вы мне поверили? Поцелуете меня? Ну, а что, вы же согласились играть бутылочку? Ну, я не могу так, тет-а-тет. У меня есть молодой человек, и это будет как-то... Да все вы врете, а! Не надо меня жалеть! Антон, постойте! Подозреваемый Болотов соответствовал почти всем параметрам психологического портрета, составленного полицией. Боже, как здесь красиво! А то мы в номере что-то засиделись. Вы, главное, не отвлекайтесь, давайте... работать. М? Вы правы. Так вот, Болотов... Ладно, я вас поцелую. Я только не понимаю, зачем работу-то нужно прерывать? Время-то еще детское. Вчера мы... Ну, это было вчера. А сегодня я устал, я истощился. Мне нужен полноценный восьмичастовой сон. Ну, замечательно, я вам предлагаю тогда вместе перед сном погулять. Это очень полезно для здоровья. Элина, ни в коем случае. Пожалейте ветерана журналистики. Ну, старенький я уже. Ножки не ходят, глазки слипаются, язык не ворочится. Отпустите меня спать. Как хотите. Спокойной ночи. Так. А вам надо выспаться. Утро вечера мудренее. Давайте ключ. Так. Ой. Вам тут что-то... Что здесь огромное? Ну, я же говорила, настроение женщин переменчиво. Надь, вы такая добрая. Пожелайте мне удачи. Удачи. Скорей приходите в себя. А горячий чай поможет вам сфокусироваться. И ключ не забудьте. Вот. Давайте. Спасибо. Пожелайте. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Так, что у вас тут происходит, а? Ты говорила, вчера кто-то умер? Уже двое! Уже двое! Уже двое! Саша, на этом тренинге все умерли! Саша, Саша, вымей воды, пожалуйста, Саша! Саша! Я тут цветочки пошли снимать, а тут он лежит, я чуть его не палил, а тут женщина из окна высунулась, так кричала, так кричала, у меня мурашки по коже сбежали. На допросе потом все подробно расскажешь. Хорошо. Ну, что за место такое? Сумасшедший дом, а не отель. Люди пачком не мрут. Или с собой кончают. Затылок не поврежден. Похоже на то, что разбился при падении. Самоубийство возможно. Как и убийство. Ну, не надо бить по голове на крыше, можно слегка подтолкнуть. Затылок. Кажется, незадолго до смерти он выпил. А парень носил сережку? У него дырка в ухе. Точно, носил. Я Серегу запомнил, еще когда он мне говорил, что у предыдущего покойника кольцо пропало. Какое кольцо? Какое кольцо? Недорогое. Смысла, как раз, никакого, что удивительно. Осмотрите его номер и обязательно серьгу поищите. Найдете, сразу сообщите. А я пойду номерку посмотрю. Бедный Антон. Он же после тренинга весь светился. Трус. Дурак, слабак. Валился, зачем на крышу полез? Да. Заходите. Так ты же его сама туда позвала. Такую записку смастерила. Куда я его не звала. Я в номер пришла и сразу спать легла. Выпейте. Вам станет легче. Приехала. Мне нравится на тренинг. Пользу получить. Чуть с ума не сошла. Интересно, а Маруев, каким это место людей на тренинг выбирал. Неужели сразу не мог распознать психически неравновешенных? Постарайтесь отдохнуть. Спасибо большое. Я уверена, Игорь Олегович ни в чем не виноват. Суперпрофи называется. Столько денег вахало, и ради чего. Негатив такой получить. Я же теперь с ума. Крышу буду бояться. Ой. Послушай, зачем обвинять человека, ни в чем не разобравшись? Вдруг у Антона голова закружилась. И я лично доверяю Игоре Олеговичу. Хочу продолжать тренинг. Да хоть прямо сейчас. Хочу продолжать. Субтитры подогнал «Симон»